Здарова народ, добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. У нас сегодня снова разговор о сельхозтехнике, о сельхозтехнике компании Росельмаш. Я в Волгоградской области на выставке и за моей спиной самый популярный комбайн Росельмаш. Давайте смотреть, посидим в кабине и узнаем, почему он такой популярный. Это комбайн Росельмаш Акрос 595+. Мощность двигателя 327 лошадиных сил, производительность до 25 тысяч часов, объем бункера свыше 9 тысяч литров и наработка в сезон свыше тысячи гектар. В 2021 году комбайн получил обновление, появился полный привод, новая наклонная камера, увеличен дорожный просвет и теперь комбайн может работать при температурах до минус 20. Так, друзья, самый популярный комбайн Росельмаша. Их сейчас очень много работают на полях. Конкретно этот в данном хозяйстве уже отработал 3 года, отлично себя зарекомендовал. Акрос 595+, который уже зарекомендовал себя очень хорошо, выпускается давно, проблем нет. Одно барабанный комбайн хорошо вымолачивает, также у него функции, он тоже регулируется, электроприводы решет. То есть все это, ну как снаружи можно выставить, вот они стоят датчики, не датчики, а переключатели-выключатели. Также это все регулируется, выставляются все зазоры из кабины. Займемся внешним осмотром, комбайн небольшой, ну как, он конечно большой, но по сравнению с вот этим роторным монстром, он чуть поменьше. Вот, но опять же говорю, это популярная техника, возможно там вы работаете в хозяйстве и у вас такое есть, поэтому можете написать в комментариях, как вам, какие минусы, какие плюсы. Так, здесь еще одна лесенка, это наверх на бункер, а давайте-ка мы тут слазим, не, не полезу, не полезу страшно. Вот, компактный, интересный, главное, друзья, все запчасти в наличии, техника отечественная, соответственно, не страшны никакие санкции. Ну и, как говорится, проверено временем, а в данном случае еще и люди рублем голосуют, потому что его действительно покупают. Полезли в кабину, но давайте делать скидку на то, что это техника рабочая, да, для выставки специально пригнали тот, что уже был в работе, который испытан. Соответственно, не абсолютно новую, но даже при том, что техника рабочая, три года, ведь какое хорошее состояние. Заметно, что, да, оператор, заботится о своей машине. Что у нас здесь? Седло, сын катать, я всегда его так называю, и основное место работы оператором. Вот, панорамное стекло, руль, кстати, небольшой. Вот, самое главное, друзья, во всех современных комбайнах, это вот это, джойстик управления, экран, на который выводится вся информация, ну и все вот эти вот клавиши, которыми все и управляется весь комбайн. Соответственно, друзья, вот так выглядит место работы комбайнера современного. То есть, человек сидит с комфортом, естественно, здесь вот музычка стоит, естественно, есть кондиционер, климат-контроль, все дела, шумоизоляция в кабине. То есть, здесь работать максимально комфортно. Это не те комбайны, которые были в Советском Союзе, это современная хорошая техника. И опять же, друзья, в последние годы уже никто не говорит, там, комбайнер, тракторист, человек, который работает на современной технике, называется оператор сверхозмашин, оператор комбайна или оператор трактора. Кабина тоже комфортабельная, можно сказать. Также здесь монитор, все тут как бы у нас выставляется, все это видно. А чем можно направлять с монитора? Все, вот монитор, вот зазоры деки выставляем, можно менять решета, меняется. То есть, в принципе, все настройки комбайна происходят здесь. А этот джойстик для чего? Это ручка ГСТ. Поехал вперед, поехал назад. И сигнал работает. Ну, конечно. Почему он самый популярный, самый продаваемый? Ну, потому что он как бы неприхотлив. Опять же, у нас как бы все зависит от цены, от цены, от цене. То есть, ну, цена и качество. То есть, этот комбайн как бы свои задачи выполняет, полностью устраивает агрономов, работает без потерь и всех остальных. И, ну, соответственно, цена небольшая. Сколько в сравнении с конкурентами импортного? Ну, я точно не могу сказать. Ну, где-то в районе он там 10 стоит. Такой конкурент где-то, ну, опять же, раза в полтора-два дороже стоит. Вот такая вот техника, друзья. Это было производство Ростсельмаш. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь. Миклуха Макфлай. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok